Дорогие мои, всем огромнейший привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Маша. Если вы впервые на моем канале, то не забывайте подписываться, а также не забывайте, пожалуйста, поддерживать меня пальчиками вверх, если это видео вам понравится. Сегодня я хочу с вами вместе посмотреть, что есть на Алиэкспрессе, точнее я уже просмотрела, много чего отметила, конкретно для себя я много раз зарекалась ничего не покупать на Алиэкспресс, хотя активно там заказывала в прошлом году, и у меня был достаточно большой перерыв, и сейчас вновь, собирая гардероб на весну, я обращаюсь к сайту Алиэкспресс, потому что у нас в магазинах я не могу найти то, что мне нравится, либо это очень завышенная цена, либо это фасоны нитей, ткани нитей, и мне не нравится, как сидит, поэтому я залезла на Алиэкспресс, и все, я там зависла, и все, что я вам сегодня покажу, это то, что было добавлено мной в избранное, и сразу хочу сказать, чтобы не было потом возмущений, это видео не покупки, примерка, ждание реальности, вот, это именно обзорное такое видео, поэтому если вы ждали немножко другого, лучше выключайте это видео, и не надо вот этих возмущенных комментариев, для тех, кто действительно хочет посмотреть просто, что можно купить, и за какую цену на Алиэкспресс, то это видео для вас, я сама люблю такого плана видео смотреть, находить что-то новое, интересное, все, сохранила на телефон, чтобы не забыться в категориях, первая категория, с которой я хотела бы начать, собственно, из-за чего я и полезла на Алиэкспресс, это полупальто, а точнее, именно пальто-жакет, в прошлом году я не успела себе купить, очень мне понравился жакет уникло, он вышел на скидку, он стоил 10 тысяч, там в составе была шерсть, а потом он стоил 5 тысяч, и я, кстати, нашла очень много вариантов, действительно, с добавлением шерсти, и вот этот жакет, этот мой фаворит, потому что мне бы хотелось чуть более с белесым оттенком жакет себе, да, пальто-жакет, но вот как-то на фотографии продавца, вот он чуть такой серовато-коричневатый, да, а вот на девочках, там есть отзывы, он уже с таким более белым подтоном, вот не знаю, как бы, единственное, что здесь бы пуговицы я поменяла, вот этот жакет сейчас на данный момент в полупальто, в фаворите, еще жакета уже более такой в коричневом цвете, там тоже добавление шерсти, тоже круто смотрится, также я нашла еще магазин Вимли, если я правильно называю, я не встречалась с ним раньше, я-то понимаю, что это фабричное качество, и у них очень много качественной, такой более классической, кажуальной одежды, и очень много и брюк из шерсти, и жакетов из шерсти, вот таких вот полупальто, у них также есть несколько моделей, и вот еще, кстати, очень мне понравилось пальто такое, оно вроде бы и в голубом, тут голубой, серый, белый, или даже больше такой цвет морской волны, приглушенный, зеленый, очень тоже классно смотрится, думаю, что заказываете, если у вас что-то, кстати, из этого вдруг есть, пишите свои комментарии, стоит покупать, не стоит, как вам качество, и так далее, еще полупальто уже с другого магазина, оно такое чуть волосатенькое, под плюш, я бы так сказала, мне оно тоже очень понравилось, но вряд ли этот материал именно конкретно мне подойдет, но смотрится оно тоже шикарно, особенно есть отзывы на девочках, оно просто бомбезно смотрится, там есть и темно-синий красивейший цвет, розовый, такой коричнево-припыленный, и еще один момент, который я хотела бы вам показать, относящийся также к полупальто, но это уже, естественно, не шерсть, но оно мне также запало в душу, это такой укороченный жакет-пальто, понравился материал, он вроде бы плотный, я думаю, что там синтетика, ну, возможно, с какими-то добавлениями, вот эти акцентные пуговицы, также хотела бы вам рассказать про супер-приложение, которым я пользуюсь в последнее время, это Али Радар, и он помогает отслеживать цену, и какое оно стало, в общем-то, с течением времени, это суперудобно, потому что, когда ты выбираешь вещи, ты думаешь, сейчас я закажу, не прогадаю ли я или нет, так вот, как раз-таки Али Радар, он все делает за тебя, его можно установить как на телефон, так и на браузер, чтобы начать им пользоваться, его нужно скачать, Али Радар, кстати, бесплатен в использовании, ссылочку я оставлю внизу, поэтому переходите, скачивайте, устанавливайте, после того, как вы его установили, вы открываете товар, нажимаете на иконку Али Радара, и тут сразу показано, как снижалась цена с течением времени, насколько выгодна на данный момент данная цена, и также можно увидеть рейтинг продавца, и еще, кстати, очень удобно, что можно найти похожие товары, также на телефон можно установить Али Радар, и в приложении вы можете также отследить статистику цены, посмотреть рейтинг продавца, а еще, кстати, очень удобная функция, что вы можете тот или иной товар добавить в избранное, и Али Радар будет вам присылать уведомления о снижении цены, тут вы сразу сможете нажать на похожие товары, и Али Радар тут же вам выдаст весь список, поэтому ссылку на Али Радар я оставлю внизу, заходите и пользуйтесь, и это очень-очень помогает ориентироваться на Алиэкспресс. Давайте, кстати, перейдем к следующей категории, это жакеты, потому что я человек с жакет, и когда мне хочется обновить гардероб, и когда мне хочется, например, внести красок, то первое, что я себе начинаю искать, это жакеты. Моим фаворитами на весенний период остаются жакеты, которые сделаны под твит, в различных расцветках, есть и как такие вырви глаз, да, для девочек контрастных, таких как я, то есть в сочетании, например, красной и черной клетки, это то, что может выдержать только контрастный цветотип, также есть и белые жакеты с этими акцентными пуговицами, сделанный под твит, потрясающий, нежно-голубой цвет тоже один из моих фаворитов, и еще вот этот синий жакет, я так понимаю, что это копия Зары, который тоже очень-очень давно у меня в хотелках. Следующая категория это кардиганы, которые в прошлом году захватили просто мировую моду, то, что я нашла, это плотный материал и это вточной рукав, то есть это то, что сидит либо чуть-чуть спущено, да, то есть, но не сильный оверсайз. Такого плана кардигана, вот я сейчас рассматриваю именно вот этот белый кардиган, и черный мне тоже нравится, и еще вот этот темно-синий с белыми, как это правильно сказать, вставками, да, акцентными пуговицами, это вот прям вот мои фавориты, и я готова, честно, взять все три, понимаю, что мне все три не нужны. И еще вот эти кардиганы мне понравились, с пчелками, тоже достаточно контрастные, акцентные, это, как бы, скажем так, то есть этот кардиган, он будет нести на себе всю фишечку вашего образа. И еще один кардиган из разряда контрастных, это гусиная лапка, он более такой удлиненный, его лично я на свой маленький рост носила бы с кожаными леггинсами, как и здесь, в принципе, с рубашкой он красиво смотрится, с какими-то ботинками или подпортами. Еще один кардиган, который мне тоже понравился, это такой голубой, нежно-голубой цвет, и здесь какие-то вышивки цветочков, ягодок, безусловно, не всем он подойдет, но иногда, когда хочется смягчить свой образ, его каким-то более таким мягким, романтичным сделать, то вот такие вот кардиганы приходят на помощь. Также вот эти кардиганы мне понравились, потому что рукава буфы, они не перестают быть в тренде в этом сезоне, и мне очень понравился этот самый первый. Очень вкусный, мне кажется, цвет, и вот этот темно-синий тоже очень красиво смотрится. И еще, если говорить про трикотаж, я, наверное, в тараторию без умолку, но просто не хочу затягивать это видео. Очень понравился вот этот кардиган в красивом, таком сапфировом цвете темно-синим. Производитель пишет, что в составе у него есть шерсть, то есть есть возможность согреться еще данной зимой в этом свитерке. И еще последний свитерочек, который мне понравился, джемпер, он укороченный, и он в сиренево-лиловом таком цвете с розовенькими прострочками. Для милых девочек очень круто подойдет, с высокой посадкой брюк, с трикотажем мы закончили. Теперь перейдем к платьям. Одно из платьев, которое мне наиболее импонирует на данный момент, это платье в черном цвете, потому что по этой же ссылке есть платье, оно то ли бежевое, то ли оливковое. Этот цвет, опять же, не мой, но сам фасон и сама ткань платья очень мне нравится. И, скорее всего, что я его закажу, это платье миди. Еще из простых таких же платьев, лаконичных, классических, базовых платьев, то есть это то платье, которое ты достала, надела с ним самые обычные лодочки, взяла свою красивую сумочку, накрасилась, и ты уже, у тебя образ собран. Еще одно платье, которое мне понравилось, оно мне напоминает, почему-то Викторию Бекхаму, старые вот какие-то фотографии ее. Оно тоже, это платье идет по фигуре, как оно сидит, в нем ничего лишнего. Выделена зона талии, очень элегантно, просто, платье трикотажное, оно достаточно объемное, опять же, вот эти акцентные пуговицы, очень круто смотрится, и я ждала все-таки фотографий каких-то, чтобы хотя бы понять, так оно сидит, как на модели или нет, дождалась фотографии, что-то среднее, но при этом я все-таки хочу заказать себе черный цвет, потому что именно вот этот бежевый, это просто не моя расцветка. Еще одно платье, тоже достаточно плотное, и мне кажется, идеально на зимний период или даже осенний, хотя, я думаю, весной тоже он будет носить, вот такая вот гусиная лапка, опять же, вот эти пуговицы, выделенная талия, это то, что мне нравится, и то, что, я считаю, подчеркивает женственную фигуру. Вот такое вот платье мне понравилось, это тоже платье миди, здесь акцентные буфы рукава, небольшие пуговички, но тоже как бы они дополняют образ. Это платье, но оно не жакет, но оно, опять же, такое строгое, офисное, классическое, люблю такой стиль, я наконец-то это поняла. Последние платья, о которых я хотела бы также рассказать, это трикотажные платья, трикотажные платья, опять же, с этими жучками, есть и с коротким рукавом, они, опять же, достаточно контрастные. Еще подобные платья вот в таких расцветках, бежевое, такой приглушенный голубой цвет и черный. Они задают, мне кажется, какое-то такое девичье настроение, девичье настроение в весенние периоды, их можно, ну, лично я представляю такие платья именно с кроссовками. В таком платье абсолютно спокойно можно пойти гулять с ребенком, понятно, что не в песке возиться, но, тем не менее, и на прогулку с ребенком, даже если вы с коляской идете гулять, обычное платье, кроссовки, и вы отлично выглядите. Мы уже подходим с вами к концу, и я хотела бы поговорить про обувь, потому что, опять же, именно ее я искала на Алиэкспресс, это сапоги с широким голенищем, и все, что я смотрела здесь, то есть более-менее нормальные сапоги, это, если это кожа, то это 15-20 тысяч, и потом, когда я заглянула на Алиэкспресс, и поняла, что, в принципе, за от 4 и выше, да, там, ну, самые дорогие, которые я нашла, это 9 тысяч, но это точная копия Массима Дути, которые стоили как раз-таки 15-20 тысяч, то есть можно купить себе сапоги с широким голенищем, носить их и радоваться жизни, быть в тренде, и, опять же, они будут в коже, их масса, на самом деле, на Алиэкспресс, и последняя категория, о которой я не могу не сказать и не проговорить с вами, это бижутерия. Я залеклась, опять же, не покупать бижутерию, очень много чего у меня с Алиэкспресс, различных подвесок, которые я заказывала, они многие пожелтели, я много чего повыкидывала, вот честно вам скажу, но нельзя пройти мимо различных ожерельев акцентных, которых очень много на Алиэкспресс, да, вот это у меня цепочка с медальончиком, это серебро, она достаточно такая деликатная, но сейчас будет весна, и хочется чего-нибудь такого бахнуть себе на шею. Очень много цепей с различными медальонами, с жемчугом, с плотными какими-то цепочками, либо совсем прям с огромными цепями, которые можно повесить себе на шею. Я очень себе хочу заказать именно тоненькую ниточку с жемчугом, чтобы ее дополнительно носить с вот такими вот подвесками, чтобы это было несколько многоярусное. Также для меня остается идеальным вариантом, это барочный жемчуг, который очень круто смотрится в весенних образах, в летних, это очень женственно и романтично, особенно если вы девушка в поиске, хотите привлечь своего мужчину, то это стопроцентный вариант. Еще одни сережки, которые мне очень понравились, я впервые увидела данную марку на Алиэкспресс, называется Моди Энн, если правильно называю, это серебро. 925 проба, очень красиво смотрятся сережки, они супер классические, не сильно акцентные, но при этом хорошо будут смотреться, мне кажется. Держите меня семеро, потому что я готова заказать просто все. Я еще раз повторю, что все ссылочки будут внизу, если вас что-то заинтересовало, переходите, смотрите. Я никого не агитирую, все это покупатель, вообще что-то из этого, это лишь то, чем мне хочется с вами поделиться. А если вы такой же шопоголик, как и я, то я думаю, что вам это видео было все-таки интересным. Вот, я на этом буду с вами прощаться, я надеюсь, что мы с вами увидимся уже очень-очень скоро, отличного вам настроения, будьте аккуратны на улицах, и я вас всех очень люблю, целую, пока-пока.